Веселка Здравствуйте! Мы находимся в моей квартире, начнем с коридора. Что может быть в коридоре? Как в спектакле, в театре, всегда вешалка. У нас этой вешалкой служит наш портрет, который я написал практически сразу, как только начал ремонт. Он обозначен в таком готическом стиле в виде барельефа или рельефа на камне. Коридор – это тоже очень важная часть, составляющая. Здесь у нас такой Нотр-Дам, де Пари. Это была всего лишь стена, мы сделали даже кондиционер или общий домовой, чтобы он выглядел как готический, как бы нарочито именно ввязанный сюда. Вот такие горгули, которые изгоняют всяких. Не чистые силы, но они, видимо, дрецов, философов. И, конечно, зеркало, когда человек приходит или уходит, он смотрит на себя и радует, что он побывал в этом доме или наоборот, пришел в этот дом. Сундук, который мне подарили, утверждает, что этот сундук очень старый. Скажем, в 17 век это точно. Что еще важно? Это, конечно, входная часть. Входная часть у нас с гербом. Это Олен, Эс Никас, Баран. Я нашел в каких-то документах старых герб и дополнил, и сделал его ближе ко мне. Позже я узнал, что, оказывается, мой род идет очень давно от кантеберийских монахов, которые ехали пропагандировать католицизм в Россию, приняли православие и остались здесь. Потом, по-моему, по линии моего отца до деда все были священники. Это тоже специально было взято в монастыре две такие штучки, даже не две, а четыре. Под них уже делали эти дубовые двери, которые и создают, скажем так, начало интерьера. Конечно, это роспись из Уфицы, плоды доброго правления называется эта роспись. Даже если это все будет стираться со временем, от пыли будет протирать, и через 20-30-100 лет это будет только выигрыш этой части и вообще этому дому. Я купил эту люстру, она была где-то 17 век, но мои рабочие так хотели сделать мне приятной, что ее очистили до блеска, и она стала выглядеть, как будто ее сделали только вчера. Я помню в воспоминании Довженко, он приехал в одно село украинское, увидел там хату, сказал, замечательная хата, вот вам деньги, мы через месяц приедем. Они на эти деньги поставили шифер, крышу специальную, и, конечно, съемка отменилась. Вот вешалка, я тоже очень долго подбирал в разных странах, чтобы она соответствовала этому размеру. Потому что самое удивительное, мне ее выдали как за 17 век, начало, и потом мне сказали, тебя обманули, потому что тогда не было зонтов, еще не придумали китайцы, или не перешло в Европу. Вот, и я так расстроился, но потом меня искусствовед успокоил, что это для тростей, тогда уже трости носили. Поэтому это всего лишь трости для господ. Сегодня я закупил огромное количество тростей с разными смешными штучками в Голландии, в Бельгии, во Франции, и они будут здесь занимать свое место. Ну вот такие вешалки, на них, на это вешаются очень легкие вещи, потому что, конечно, тяжесть за 400 лет могло бы все отвалиться. Кстати, все сохранено. Иногда упрекают в том, что, а не несет ли это какой-то тяжелый энергетик у тех людей, которые жили, и так далее, и так далее. Почему должно нести плохую энергетику, когда люди, жившие с этой мебелью, молились, у них все дела шли успешно и благополучно, потому что, если бы такового не было, мебель бы не сохранилась. Я понимаю, в каких-то барах, ресторанах там бились, дрались, стулья ломали, но здесь все сохранено. Значит, у людей был достаток. Это все вручную, каждая вещица сохранена, вырезана из дерева. Это 16 век Италия, вот эти драконы. Я, кстати, недавно был у Максима и у Аллы, и у них целый замок, связанный с драконом. Максим родился в год дракона, и все как бы обозначено. Сейчас я им делаю картину, чтобы им подарить, связанный их замок с этими драконами. Поэтому я считаю, что любая мебель, находящаяся в каком-то доме, была в хорошем доме, раз она дошла до наших дней. Это мрамор такой вот цветной, это зеркало, это все родное, все сохранено. Мы пройдем дальше в гардеробную. Пока она использована как библиотека, потому что у меня огромное количество книг. Они занимают пока просто эти полки, но это, в общем, для одежды, для рубашек, носков и так далее. То есть здесь будет гардеробная, то же самое, такая же, как и в начале при входной двери, взятая в XVI век из монастыря, который разбирали. Эта вещь послужила хорошим таким приятным зрительным рядом в коридоре. Тем более он совершенно не широкий. Вот, ну, каждая вещь задействована, роспись сделана вручную, несколько раз переделана, потолок такой, как небо. Здесь вот каждая деталюшка состаренная, сделана тремя цветами, сусальное золото, потом оскоблили часть, и получилась такой вот, как бы старинный, старинный, старинная роспись. Почищено, голубой цвет успокаивает, зеленовато-голубой. Зеркало сделано уже под это, в стиле готики. Ну, пойдемте дальше тогда. И мы переходим в маленький тамбур, который является частью вход на лестницу пожарную, или лестницу темного входа. И, конечно, мой герб, ну, конечно, условно, S. Nikos, выходящий на черный ход. И гостевой туалет. Он тоже сделан в стиле готики. Правда, в сравненных технологиях здесь есть какие-то картинки средневековые. Вот эти светильники XIX века. Но надо отдать должное, что в любое время, и в готике, которая существовала с 13-го, почти до начала 17-го века, существует огромное количество эклектики. Кабинет начинается с картины XVI века «Распятие». Вот, Божья Матерь, а может быть, Магдалины. Изображено это на дереве. Вот мой тоже герб в металле. Изображение герба сделано специальным мастером в Италии. Настенная роспись. Все сделано вручную. Так как это кабинет, то здесь изображение готических сюжетов, взятое из рисунков Франции, Италии XV-XVI века. Конечно, я на коне. Вот, ну, так это условно. Это художники делали, по-моему, эскизы, но, может быть, чуть-чуть отвлеклись от истины. Стол. Вот, стол XVII века с такими резными фигурками, которые как раз и создают некую такую тоже мужественность и путешествие во времени. Вот мой предок, кантабирийский монах. Он долгие годы лежал у нас на чердаке и на вопрос моего папы, что это он сказал. Это наши предки, но об этом не думаю. Но так как была советская власть, он не очень хотел распространяться. Но когда я узнал, что мой род идет от кантабирийских, я нашел этот портрет, восстановил, увидел своего старшего брата Александра Вылитова, которого, к сожалению, уже нет. Он погиб. Но вот портрет показывает, что действительно родословность существует. Вот всякие такие статуэточки, которые я покупал в Голландии, в Бельгии, во Франции, в Италии, они тоже создают определенные атрибутики, настроения, как вот эти шкафы из Голландии. Вот здесь Христос, приход Христа в некий дом в Иерусалиме, наверное, где, наверное, подготавливает каким-то нищим мытье ног, собирается делать. Ну вот у нас это как бар небольшой. Здесь тоже. Вы знаете, очень важно еще сохранить и оставить, найти ключи и вот эти замки, которые тоже создают определенные, ну вот, важные составляющие. И, конечно, рисунок должен быть готическим. Вот этот витраж, три внутренние части, это готические с 14 века, а внешние уже делали во Франции по заказам нашему. Ну, немножко мы были не совсем довольны. Вот 17 века, часы, рабочие. Кстати, все здесь рабочие. 18 век, 1700, 7, по-моему, год. Вот, конечно, сундук, немаловажная часть. В каждом кабинете, где, наверное, держали различные, наверное, различные карты. А может быть, это и ткани, а может быть, и сало, я не знаю. Все зависит, в каком доме находились. Стол будем менять, стол будет чуть меньше. Я уже купил в Голландии стол такой. Кресло, которое крутится. Оно очень удобное. Вот. Оно мягкое. Витражи, конечно, витражи. Это мой портрет в виде Дюрера. Я очень люблю Альбрехта Дюрера. Ну, и вот этот витраж делали уже в Санкт-Петербурге. Хотя начало было положено именно во Франции, но было неудобно. Я, получая медальоны или получая какую-то работу, я не всегда был доволен. Это занимало огромное количество времени отправлять назад во Францию, границы, таможни. И мы нашли на Санкт-Петербургском заводе при Академии мастеров, которые сделали нам эти витражи. Это цеховые гербы. Цеховые гербы получали только те люди, которые имели право заслужить своим мастерством, получить свой личный герб. И люди стремились к этому и очень дорожили. Это показывает, что мастерство в любой профессии очень важное. Мы входим в спальню, где мы видим портал Бифорий, сделан в виде двух арок, на которых есть витражи состаренные, которые выходят на зеркало средневекового 16 века. Мебель также 17 век с амурами. Наверное, они находились в женской спальне. А может быть, и в мужской, человек, который любил искусство, музыку. Лилии на потолке позолоченные. Это символ чистоты, непорочности. Используются лилии часто на мантии королей. Вот здесь взяты из миниатюр охота на золоте сусальном. Это жизнь средневековья Франции. Посмотрите, уникальная вещь – кресло. Кресло сделано в 17 веке в Голландии, где на коже роспись. Если взять эту роспись и повесить в рамочку, вставить, это будет уникальная картина. Она сохранилась. И когда мои знакомые боятся садиться и говорят, ребята, 350 лет сидели на этом кресле, оно еще продержится. 200 уж точно лет. Поэтому не надо бояться. Спокойно садитесь и отдыхайте. И, конечно, вот этот складень из серебра и золота мне подарил кучу моления Даниловича, когда я писал его портрет. Портрет был удачно сделан. И в знак благодарности он мне вручил этот складень. Я его использую на кухне. Это Иван Креститель. Вот здесь икона 16 века. Мария. Изображение с крестом. Вот это дерево. Она как раз вписана очень удачно в эту спальню. Вот картина 17 века. Иисус Христос сейчас будет в 15 век. Я купил раз пять. Это пока 19 век. Но тоже как бы красиво вписан в этот интерьер. И, конечно, резная мебель, шкаф. Представляете, какая уникальная работа проделана. Как все грамотно, насколько надо знать анатомию человеческую, чтобы все так выпустили животный мир с этими птицами, которые изображены с этими фигурами женскими и детскими, и какими-то необычными львами, ну и другими резными вещами. Вот драконы такие. Это Италия 16 век. Тот шкаф был. Тот 16 век Франция. Вот этот балдахин, такой поддержан деревянной дубовой короной, который не спускается вниз. И это как бы создает тебе некой какой-то особый уют и вот индивидуальность. И, конечно, тоже в Италии сделано покрывало вот на эту кровать. Здесь такие сирены ревущие, плакальщицы. Это сделано недавно, правда, мастерами. Но вот это 17 век зеркало, использованное вот для этой раковины. И, конечно, дуб, современные ванны, но расписанные вручную, создают такое приятное, благочестивое восприятие, омовение своего тела в этом вот, в этом джакузи. Ну, по возможности, мы сохранили какие-то детали, чтобы они были близки хотя бы другому веку, пусть 19. Роспись – это моя копия голландского художника «Девушка принимает душ». Здесь вначале был сделан мрамор, его решили убрать. Все-таки дизайнер я посоветовал оставить и украсть его деревом. С этими цветочками получилось. Мрамор с деревом – очень удачная композиция. Мы находимся на кухне, где будет готовиться еда, но уже начинается понемножку приготовление. Возьмем хотя бы плитку, которая на самом деле 13 века взята в Италии из одного замка. Вот, наверное, ее делали когда-то вручную, она сохранилась. Нельзя избежать, конечно, и эклектичности в современном мире. Невозможно. Мы должны готовить, мы должны иметь холодильник. Так вот, мастера российские мне в готическую мебель, настоящую, старинную, правда, немножко ее подновили сильно. Это 17 век такой шкаф. Из двух шкафов сделали холодильник, вот, морозильную камеру, морозильную камеру. И, в общем-то, оно сохраняет некую все-таки готичность. Здесь все герб, не знаю даже чей, я еще не посмотрел. Но, вот, видите, 1611 год, это все сохранено. Ну, настоящая, вот, посудомоечная такая, ну, шкаф 17 века начала. Это вообще конец 15 века, плитка. Здесь кондиционер, ну, вот, тоже как бы введен в эту старинную. Это вообще 19 века какая-то буржуйка была, но, тем не менее, она имеет тоже какой-то вот интерес, находясь в этом помещении. Как и вот эта вещь непонятная. Наверное, ее делали в 19-м, может, даже в 20-м веке. И, наверное, здесь какой-то светильник, кобыла или свеча. Но уже есть какое-то творческое проявление. Я оставил их как экзотика, чтобы они давали нам воспоминания, что люди жили в разные эпохи, но жили своим трудом и делали все руками. Вот, например, точили ножи. Кстати, точить можно и сегодня. Они также удачно могут вписываться. Здесь у нас старинные распятия телевизоров. Мы будем включать здесь только классические каналы Discovery или канал Хорошая Еде, а вот, может быть, даже готические. То есть много существует сегодня программ, которые будут зафиксированы, включены. И здесь будет всегда только музыка классическая. И программы только позитивные, что нашему Иисусу Христу это не будет никак мешать и раздражать. Здесь был стол, который взяли на реставрацию. Он 16 века, и скоро он займет свое законное место. Но возьмите стулья. На каждом стуле есть своя резная работа. Это взято из Бельгии. Вот, там один сюжет, здесь другой сюжет. Хотя они в одном стиле сделаны, но в каждом кресле есть свое действие. И оно уникальное. Вот, оно нигде никогда не повторяется. Что, в общем-то, на самом деле очень красиво и правильно. Я, например, не любую, ненавижу повторять или копировать свои же картины. Это всегда рутинно. Когда ты работаешь, у тебя проявляется какой-то творческий импульс, вдохновение. И ты делаешь это с удовольствием. Оно действительно имеет историю. Когда ты делаешь копию или авторский повтор, копии делаются с чужих картин, а со своей авторский повтор, все равно уже немножко что-то теряется. Хотя, конечно, художник должен помнить, что он думал, когда писал ту первую оригинальную картину. Вот роспись. Это роспись взята с Рафаэля, где он расписывал один богатый дом, одного дожи. И мне это понравилось. И показалось, что здесь очень будет хорошо вписано. Конечно, вот эти перспективы, создающие увеличение площади за счет замков, дворцов и пейзажей, которые тоже взяты из готических времен, от художников тех лет. Ложки, оловянные ложки, натуральные, 16 века. Ими ели. Правда, говорят, что такими ложками отравились, потому что они не совсем полезные. Как бы полезные. Но сколько вещей они ели полезных, которые мы сегодня не имеем возможности употреблять. Конечно, на кухне, на каждой кухне должен быть Христос. Перед тем, как начинать есть, надо помолиться. И знать, насколько ему было тяжело, чтобы мы жили сегодня хорошо. Эта стена тоже взятая из одного дворца 16 века. Ее осторожно, скажем, отслоили от той стены. И вот она попала сюда, в нашу кухню. Витраж старинный, 16 века. Ну, я имею в виду вот этот медальон. И вот этот тоже вообще 15 века. Такая вещь удивительная. Сделана в такой особой технике. Она находилась в каком-то дворце. И надо выяснить, чей это герб. Это, возможно, городской герб. Но, возможно, и какого-то уважаемого рыцаря тех времен. Вот такие вещи 18 века уже делали тогда из фарфора. Китай уже дал добро, как говорится, и показал, как они делают. Эта посуда взята из шведского музея, где был корабль королевский, который выплыл и тут же утонул в 16 веке. И его достали через 350 лет. И вот эти поделки делают похожие на то, чем пользовались матросы. Вот я часть этой посуды купил. Но вообще посуды будет такой много. И антикварная настоящая. И современные под антиквариат тех времен. Но чтобы она была все-таки красиво подана. Как вот эти чайники. Удивительно. Ну, в те времена, в 18-17 веке, их паяли, латали. Сейчас это уже реалитет, антиквариат. Но выглядят они интересно и смешно. Поэтому вот все сохранено. Люди до последнего использовали чайники. Потому что они были дорогие, из меди. Медь и сейчас не дешевая. Но они все-таки заняли такое уже свое место, как в доме-музее. Вот на этом что-то грели, варили, хошеварили. Сегодня это всего лишь часть интерьера. Вот. Вот такая вещь. Используемая для бутылок. Вот. На ней будут стоять бутылки. Вот. Различные немного. Но все напитки должны быть хорошие. Вот здесь их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять. Десять нормальных, хороших бутылок. А теперь мы находим в «Святая и святых» библиотека. Все шкафы, все стулья, столы, кроме, конечно, ткани, это все 16-17 век. Вот мне подарили, зная мое увлечение готикой, мне подарили картину на дереве 16 века, где художник-монах рисует какого-то кардинала, видно, высокого чина, а может, даже папы римского. И тот уже старый дряблый, спит, а ему надо нарисовать бодрого, здорового, красивого, так как на него будут смотреть и молиться огромное количество его паствы. И вот он задумался, чешет свой затылок. Что и приходит иногда и нам испытывать некие сложности. Человек приходит с одним лицом, мы должны создать образ красивого, молодого, исторического человека или личность, чтобы он вошел в историю очень достойно и красиво. Ну, люди разные бывают, устают, бывают больные и так далее, но наша задача это все убрать и оставить их как можно выгодно в истории человечества и живописи вообще. Кресла, кресла 16 века, они были скорее для полководцев, которые, во-первых, кресла раскладываются, вот, они раскладываются, и их складывали, вот, и перевозили вместе с этим полководцем. Что было удобно, чтобы полководец не засыпал, особенно на поле битвы, сделали специально очень яркую, фактурную, объемную такую, рельеф. И он с одной стороны не мог заснуть, с другой стороны происходил все время массаж его позвоночника. Но когда ему нужно было поспать в перерывах между боями, так сказать, или боевыми действиями, ему ставили подушечку и одну или две, и он быстренько засыпал. Потом ее убирали, он просыпался и снова шел на бой. Я думаю, что это итальянские кресла, как во всяком случае я купил в Италии. Может быть, сам Франциск Первый, на руках которого умер Леонардо да Винчи, который очень много помогал, миницинировал искусством, а может быть, и сам сидел на этом кресле, возможно. Во всяком случае, кресла достойные и по тем даже временам очень дорогие. Вот. Стол. Это стол 18 века. К сожалению, есть вещи, которые невозможно было приобрести, а стол мне нужен был такой. Он тоже был связан для военных, для полководцев, может быть, даже и на корабле каком-нибудь находился. Он очень удивительный, в нем находились карты, ну, разные документы, карты. Сейчас это используют для всяких набросков своих, но тогда это как бы, вот, люди доставали определенные были номера, какие карты, что там изображено, и в них человек их раскладывал на столе, вот, и объяснял, что и куда, и как нужно действовать его солдатам, подчиненным или его офицерам. Вот, вот, начало 17-го, мы 16-го века, каравелла, которая была привезена мной из Голландии, вот, она была немножко подпочинная, но реставратор у нас такая есть замечательная. Настя девушка восстановила, и мы поставили напоминание о том, что когда-то я хотел быть пиратом. Могу сказать, почему я сделал готику. Это тоже как бы неосознанно. Еще когда я был маленьким, я нашел глиняный такой, не глиняный, гипсовый камень, и я вырезал из него дворец, замок. И мне так он нравился, всем нравился, я понимаю, что это был детский лебедь, но тогда мне казалось, что это что-то удивительное и совершенное. А позже я в школе, уже находясь там в шестом или в пятом классе, нашел оформление Густава Доре «Озорные рассказы Бальзака», где такое было красивое изображение и иллюстрации. Я потом уже до десятого класса рисовал все время вот эти дворцы, замки. И как-то вот так случилось, что когда приобрел эту квартиру, хотя это конструктивизм и дом Щусева, это Щусев Великий, который построил 99 церквей, Казанский, Ярославский, в том числе и Мавзолей, его уникальное строение. Это тоже был такой, может быть, даже не самый удачный проект, но по инициативе Станиславского в 1928 году был построен творческий вот этот дом для актеров, в котором жил немножко и Станиславский, и Мирович Данчик, ну здесь много было Качалов, Лепа, Гельцер, балерина Екатерина, Гельцер, Леонидов. Здесь много жил великих людей, но вот мне захотелось сделать в своих помещениях именно готику. Часть готики, но часть у нас есть и хай-тека, потому что слишком уж красивый вид с этого этажа. Поэтому мы оставили его из стекла и камня. Надо обратить внимание на потолок. Мотив этого потолка взят из декоративных росписей в Нотр-Даме, де Пари. И это вот все здесь присутствует в маленьких деталях. Если обратите внимание, в каком-то элементе присутствуют люди, притом различные, как и в стенах, на стенах росписи, они все время меняются. Повторение одних каких-то животных с растительностью меняется на других животных с такой же растительностью. И все это повторяется через каждые два метра. Роспись появляется новая и создает зрительный, приятный такой ряд, когда можно изучать даже стены. Книг у меня более 10 тысяч. Они лежат пока в запасе, как их ждут своего часа. Сейчас я их буду раскладывать и ставить по интересам. Будут часть книг, просто иллюстрированных на французском, английском языке, которые я привез из Англии, Голландии и Франции. Они будут скорее декоративны, так как это все-таки квартира такая, не то что дом-музей, квартира для друзей, ну и для многих моих знакомых, которые будут сюда приходить. Я их буду даже оставлять, доверять им. Но, с другой стороны, наверное, будут какие-то маленькие мониторы, чтобы куда тащишь книгу, положь назад. Это шкаф 16 века, английский, вот, книжный. А это уже 18 века. Скорее всего, он находился в каком-нибудь конном доме или библиотеке, где все, что здесь находилось, было о лошадях, о конном производстве. Вот эта удивительная палитра, она не моя. Я ее взял как память, мне подарили ее во Франции. Здесь художник пишет, что в 1943 году он убил предателя, который что-то сделал против Франции. И он его убил, вот, написал на палитре, и палитра сохранилась до наших дней. Даже вещи вот такого характера несут какой-то патриотизм, историю. И вот удивительно, что она сохранилась. А вот эта штука из 16 века, где видно, как змея искусительно содержит яблоко, а Богоматерь наступила на нее, как бы спасая таким способом человечества от греха. Но нет, к сожалению, руки. Ну, что вы хотите, 16, может быть, 15 век сохраниться до наших дней. Это тоже удивительно. Вот. Но что интересно, вот всякая вещь, каждая деталь имеет свое настроение. Как и вот этот глобус, который мне подарил когда-то такой Околов, я его состарил. Мы его состарили, мой реставратор. И здесь, в общем-то, бутылка. Но сейчас, позже здесь будет стоять рыцарь. Это вот такая вещь под цвет этой стены. Это гобелен был французский. И вот она пока написана в живописи. Старинная картина 16 века, цветы. Моя копия Мемлинга, Мемлинг, Страшный суд, тоже заняла свое место. Ну, или займет свое место. В общем, каждая деталь здесь описывать можно многое, как и ткань, которую сделана на той же мануфактурной фабрике. 16 века она сохранилась в Италии. И вот я специально ездил туда, чтобы заказать эти все ткани. Ткани оказались не так дешево, но они того стоят. Или возьмите этого сфинкса 17 века, начала 18. Это была лавочкой в одном дворце на улице, где какой-нибудь король сидел и обсуждал свои какие-то дела любовные, а может быть и политические. Но вот от лавочки осталась такая часть. А теперь, проходя эти дубовые лестницы, а здесь все из дуба и камня, мы переходим, но тоже не менее святая святых, это каминный зал. В камине надо греться, беседовать, выпивать хорошие напитки, а может быть выкурить трубочку. А трубки тогда курили в 17-18 веке с удовольствием. Камин, портал этого камина 16 века взят из французского замка. Надо понять еще разобраться, чей это герб, но вот, во всяком случае, на задней части изображен мой герб. Эс-Никас, Баран, Я, Овен, вот эти средневековые женщины в таких специальных одеяниях. Камин рабочий, вот, что-то взято из Италии, вот эта часть, это взято из Франции, это современный введен камин туда, но он работает, и все это из мрамора. Вот это удивительно. Конечно, я против охоты, и вообще, хотя я дружу с охотниками, но не люблю тем, что они занимаются с удовольствием, то есть убивают животных. Но это мне подарил один из лучших людей этого мира – Аман Тулеев. Аман Гумерович прислал меня на день рождения, и, конечно, я не мог отказать в удовольствии поставить или положить этого медведя. Сам он, конечно, не убивал, я думаю, ему так же подарили, но вот он находится у меня. Конечно, меха. Меха сделана в Голландии, использован Рембрандт, это дневной ночной дозор. Вот, эти меха были сделаны в 16 веке при жизни Рембрандта. Кстати, удивительная вещь, на шелку в 18 веке сделаны два монастыря или два храма. Это шелк, наклеенный на основу, это уже я сделал, но вот попал ко мне, очень удивительная, красивая вещь, которая делалась тоже на каком-то специальном заводе. Как приятно смотреть на эти витражи. Витражи сделаны по технологии 14-15 века. Здесь изображение хозяина этого дома, то есть мое. Здесь некая натура, не обозначена никем, просто модель. И художник пытается, вглядываясь с прищером, вглядываться в историю этой модели. Каждый человек – это история. Если заглядывать вглубь в родовое древо того человека, мы обнаружим огромную, богатую историю. У каждого своя история, у нас она вот находится в этом помещении. Мы находимся в зимнем саду. 90% деревьев настоящие, оригинальные. Также плитка, вот 13 века. Простая, но мне кажется, очень подходит к этому зимнему саду. Вот эта штучка, такой портальчик небольшой, это 16 век Верона. И более того, куплен рядом с домом, где жила Джульетта. Ну, та историческая Джульетта. Я очень долго искал в Европе, во всех магазинах, клетку. А нашел ее здесь, в одном ресторане. Это было заказано где-то в Европе ими. Вот, у них была птица, она улетела, они расстроились, другую птицу не хотели. Я договорился обменом картины. Это клетка, что мы и сделали. Теперь эта клетка будет жить вместе с попугаем, который мы сейчас заказали, а может быть даже два. Есть попугаи и неразлучники, мы их сюда и посадим. Вот, поселим, я бы сказал даже. Это портал с одной церкви в Бельгии. Вот, здесь вот от свечей видно. Он, конечно, был чуть-чуть полуразрушенный. Реставратор наш, Настя, нам помогла его восстановить. И вот сейчас он как барная стойка. На нем будут стоять благородные напитки. Возьмите кресло. Удивительно, что это 18 век, уже есть барные кресла. Вот, оно такое, ну, подправлено, отреставрировано, но имеет свою готическую, я бы сказал, форму. Конечно, вот эти флаги. Флаги – это родовые флаги самых уважаемых аристократов 17-го, 16-го, 15-го века, которые также получали с благодати короля за особые заслуги. Эти заслуги здесь изображены. Это и крестовые походы, это и покорение, наверное, покорение на Америке в 15-16 веке и так далее. То есть каждый герб несет свою историю. Гербы мы заказывали в Италии, их шили вручную. Это тоже непростые, как бы, вещи. Они со временем будут стариться и будут приобретать еще более брутальную такую значимость. И, конечно, очень важна роспись, которая была сделана на основе рисунков итальянских и французских миниатюристов. Здесь вот изображение на росписи Леонардо да Винчи, который бросает таинственные шары мне. На коне сидит мой сын Стефана. Рядом девушка Маша. Потом есть Трушкин Толе, сатирик-писатель. Мой друг Рафаэль из Испании. А, конечно, Щербаков Боря, мой друг и сосед. То есть здесь изображены мои друзья. Вот Стефанович, что удивительно, мой помощник Сережа уговорил рабочих, чтобы они его тоже изобразили здесь. Он работал по контракту, временно у меня. Но, уйдя, оставил себе вечный след. Переходим во вторую часть этого зимнего сада. Я нарочно или нарочито поставил занавески с двух сторон, с той и с этой, и здесь есть ключ. Если здесь, в этой части, будет жить какая-нибудь звезда, а я имею в виду звезды, это те, которые по-настоящему светят во всем мире, от Мадонны совершенно до Софи Лорен, от Мерлин Стрип до Софи Марсо, они будут останавливаться здесь, и им будет приятно, там будут их помощники жить, тоже достойные люди, или такая же звезда ее уровня. Они закрываются, а днем или утром, когда они проснутся, как авистократ, а утро для них это час-два, захотят попить, попить кофею, где есть тоже маленькая такая кухня для этого, они будут встречаться в зимнем саду или подниматься в хай-тек, куда мы позже пройдем, и получить удовольствие. То же самое роспись, я на коне, конечно, мой родственник и друг в красной мантии Дроздов Николай Николаевич, куда мы без Николая Николаевича, он человек интересный, и как-то мы были с ним в Эквадоре, и ехали 2000 километров в горах по всему Эквадору, и он рассказывал послу, и тот говорит, слушай, Николай Николаевич, я 30 лет живу здесь, и первый раз услышал, что это дерево такое-то, это дерево оттуда, это эконом привез, и так далее, и так далее. То есть информации масса. Здесь горгули настоящие, средневековые, а здесь, конечно, сделаны уже под них. Это у нас такой фонтан, где можно помыть руки. Звучание звука воды создаёт какую-то симфонию, гармонию, потому что вода – это всегда источник жизни, источник вдохновения, но когда вода жизни протекает мимо тебя, она наполняет тебя особой энергией. Вот это, наверное, очень важно. Живые цветы находятся в таких специальных горшках, привезённых. Это 18 век, с такими вот тоже сфинксами удивительными. Куплены в Риме на одном аукционе. Их два. Вот. И, конечно, мне подарили на день рождения такой мольбертик, правда, барочный, но картина настоящая, оригинальная. Изображение природы. Это взятые из Италии. Картина на одном небольшом аукционе. Она стоит не так много, но очень красиво вписалась в этот зимний сад. А теперь мы перейдём в спальню. И там есть одна уникальная вещь – кровать Антуанетты. Мы знаем эту великую королеву, которую во времена Транцузской революции обезглавили. Но не на этой кровати. Это был дворец, в котором она жила счастливо, вышла замуж, была довольна жизнью, писала стихи, читала поэзию Гомера и так далее. Вот это кровать из того замка, где она провела лучшие свои годы жизни в своей стране, любимой Франции. Конечно, открывая двери, мы сталкиваемся с замечательными витражами, которые создают очень приятный зрительный ряд у человека, который спит на этой кровати. И открывая глаза, первое, что он видит, он видит витражи, где воспевает любовь, искусство, музыку, творчество и позитив. Здесь также использованы разные маленькие миниатюры, картины, рассказывающие о быте и жизни того времени 17-18 века. Вот. И плитка также сочетается очень удачно этого 13 века. Потолки расписывали несколько раз, меняли. Пришлось из-за этих потолков потерять около метра высоты, но, как говорится, искусство требует жертвы. И жертвы были сделаны. Конечно, наш герб повторяется в нескольких местах. Овен, баран, рыцарь. Разные изображения драконов. Здесь росписи, они повторяются. И, наверное, в этом вся их уникальность и прелесть. Кресло, где выпуклая кожа с драконами, 16-17 век. Конечно, гобелен, конец 17 века, начало 18-го. Но под ним телевизор. Вот сейчас мы делаем технологию, чтобы ткань поднималась. И человек, если вдруг захочет посмотреть все-таки телевизор, то он должен открываться, подниматься, и можно будет спокойно посмотреть, что происходит в мире в современном 20 веке. Вот посмотрите, какие готические светильники. Конечно, когда ты выбираешь, и тебе это нравится, ты уже не стоишь перед ценой. Ты торгуешься, но все-таки уступаешь. И в конце концов соглашаешься за ту цену, которую они предлагают. Например, последние тенденции, буквально я недавно был в Бельгии, я приехал в один город, и там увидел в магазине то, что мне надо. Стол настоящий, 16 века кабинетный. Я стал торговать, и они говорят, невозможно, уже китайцы купили. Я заплатил две цены за него, и Голландия все-таки уступил. Деньги оказались важнее. И куда ни приезжаешь, кафе, везде кресла, все купили китайцы. Они скупили всю Европу. Более того, они из этой мебели делают поделки, продают их нам же, а эту мебель реставрируют, и продают их также и нашим, и вашим, и своим европейцам, но уже отреставрированным. Поэтому удивительно. Я успел на несколько лет все-таки приобрести основную часть мебели, и те остатки, которые сейчас придут из Европы, будет завершающей, как бы, ключевой темой в этом доме. В уникальном, надеюсь, доме. Сюжет в спальне. Такой ангел. На самом деле, это, конечно, не ангел, а амур, который искушает. Недовольная такая служащая или помощница видит, что уже лезет какой-то мужчина, любовник. Она с палкой пытается его отогнать. Но что можно сделать против любви? Ничего. Любовь преодолевает любые преграды. В Библии написано, любовь сильна, как смерть. Любовь. Вот, наверное, соответствует. Флое. Флое – это французский художник 15 века. Это моя копия с оригинала. Это куртизанка, известная в то время. Вот. Он написал, она была и любовницей этого художника. Представляете, в 15 веке, в начале 16-го, уже была написана такая картина, достаточно фривольная. И художник был настолько велик, что, конечно, его не наказали и не сожгли инквизицией. Но, тем не менее, вот, картина сегодня несет какой-то особый смысл, я бы сказал, даже эротический. Хотя это было написано для одной церкви. Конечно, святое семейство. Вот, 17-й век картина, а может, 16-й сделана на холсте. Но, вот, смотрите, после ресторации она обновилась, как будто ее написали вчера, но именно вчера, в 15-м все-таки веке, не сегодня, не в наши времена. Мой приятель, товарищ, наверное, Ветвиенко Сергей, вот, подарил мне такой вот мех покрывала из волка. Это мы заказывали в Италии. Вот эта ткань, все должно соответствовать. Это специальное шитье по золоту, вот такое. И, конечно, бархат, настоящий бархат. Это ботичелевская реплика, медальончик, витраж. А это, конечно, леонардовская тоже реплика. Вот, они как бы находятся в такой задумчивости, в некой такой... Это вот такая штука интересная, уникальная. Это из Китая, но сделана в 14-м веке. Сейчас вот на реставрации находится его вот этот музыкальный инструмент, но сделан из бронзы вот в 14-м веке в Китае. А может быть, и в Японии. Здесь есть вот люстра, сделанная как в виде вативной короны. То есть, 4-й, 5-й век, до романики еще... Конечно, поделка уже 17-го, 16-го века, но она сделана в таком вот виде, как гербы городов. Это вручалось в дар королям, когда хотели им показать свое уважение или показать то, что они покорялись. Как и цветы, которые делались во дворцах, в замках, просто как украшение, как интерьер, часть интерьера. Но из-за того, что они были сделаны давно, они несут какую-то особую свою энергетику и создают такую особую какую-то историю, наполняя спальню особым приятным своим духом. Как и кресло 18-го начала века, на котором, возможно, сидел король. Наверняка сидел. Не так много было тогда хороших кресел, скажем, или замков дворцов, где король не мог приехать. Это были все его вассалы, и они с удовольствием приезжали к нему в гости. И, конечно, наверное, в таком в кресле сидел какой-нибудь Филипп Великолепный или Франциск, может быть, первый. Но то, что они несут определенную информацию, это 100%. Это голландский столик, простой какого-то бюргера из Голландии. Он несет определенную готическую форму, как и здесь Мадонна и Амур показывают, чтобы она не разглашала тайну любви того человека, который ее любит. Или вот нижняя часть, она несет какой-то особый узор, сделанный вручную мастерами. Хочется сесть и написать что-нибудь такое вечное. Например, я помню чудные мгновения. Ну, скажем, или сонеты Шекспира. Ну что, начнем 13 век. На коже рыцарь. Вы знаете, как ни странно, кто-то мне сказал, что это опасно для помещений, где будет вода. Кожа любит воду. Она, наоборот, приобретает какое-то особое свойство и становится мягче. Вот маленькие григоны, сделаны такие, конечно, рафаэльский такой ангел маленький. Это, конечно, сделано в 19 веке. Удивительные вещи имеют историю, память о тех людях, которые это использовали. Маленький стульчик, но мы его потом в другое место какое-то переложим. Пока оно здесь. Пришлось часть срезать, задние части, чтобы она вошла достойно в стол для ванны. Здесь, конечно, пришлось взять поделку под 19 век, но, тем не менее, она имеет свою историю. И это, как ни странно, было на рояле 18 века. Но они здесь как-то удачно вписались и вот так имеет свою форму, свою приобрели новую жизнь. Ванны, многие люди любят такие ванны. Я, кстати, редко принимаю то, что все разливается, я все как бы мимо. Но мы расписали. Я попросил художников по рисунку, который делала Оля и я. Мы сделали эскизы, и они по ним расписали эту ванну. Конечно, вот это колесо 19-го начала века, сделано под 16-й век. Роспись, немножко состаренная. Конечно, телевизор, который мне подарила английская одна компания. Одна из немногих современных технологий, которые можно внедрить в стену, но не нагревается. Ну и, конечно, душ. По возможности мы попытались обыграть душ такой вот интересной какими-то штучками, которые создают хотя бы приятность. Понятно, что это другое время, другая эпоха. Здесь такая вот маленький шкафчик, сделанный из дуба. Ну, вот роспись. Мы сейчас зайдем на кухню. Это так называемая. Она совсем-совсем крохотная. Но чтобы она была удобоваримая, приятная, мы ее всю расписали. Ну что, маленькая кухня, на которой написано «Царь вечной славы, не лиши нас божественной трапезы и участия в райской кухне, в райской еде». Вот это сделано уже в современный шкаф под старину, но расписанный вручную. Художниками, в частности, художником Настей, реставратором. И, конечно, на социальном золоте изображение на стене, где у человека от вида должно пробуждаться желание поесть. Но это, скорее, кухня такая условная. Она здесь, конечно, есть для кофе, приготовления. Но, скорее всего, здесь будут делать утренний маленький легкий завтрак, яичницу, кофе. Ну и вид. Вот эта роспись как-то успокаивает и смиряет с этим маленьким помещением внутренний. Настрой становится. Жажда сегодня жить, поесть и жить красиво, достойно. Маленькие стулья, рабочие, голландские, 16 век, простые. Вот еще проволока осталась от этого ценника, аукциона, где я приобретал. Маленький столик на двоих. Эта кухня показывает, что даже короли иногда могут присесть на простой стул, за простой стол. Это тоже цеховые такие гербы поварские, которые обозначают, что еда имеет тоже особый магический или божественный свой смысл. Конечно, потолок расписан, чтобы было такое перспектива пространства, крест, как положено, готические, правда. И вот эта посуда, готическая посуда, вернее, сделана под готику. Где-то, как ни странно, в Таллине, в Эстонии. Там есть один замечательный ресторан в центре, который вот показывает жизнь того времени и еда, использована по рецептам тех лет. Все. Мы попадаем в маленькую прихожую, гардеробную. Здесь есть слова написаны «Я боролся не без славы», это латинский. Сусальное золото, специально состаренное, шкаф для раздевания, скажем, тех гостей, которые будут приходить. Вот. Здесь должен был халат, кто-то уже умукнул. Но самое удивительное, даже шкаф для электричества мы решили расписать вручную, что человек, открывая, видит, что и здесь люди все-таки заботятся о тем, о тех, кто здесь находится. вот эта странная штучка такая девятнадцатого века, которая открывает и закрывает этот шкаф. Вот. Сюжеты из Библии. Ну и, конечно, очень важная часть – это коридор. мы находимся в хай-теке. Это особо уникальное, наверное, место. Я понимаю, конечно, у людей это вызывает ревность, зависть, когда у человека художника, не олигарха, такая богатая, большая, красивая квартира. Конечно, это вызывает, наверное, у кого-то неудовольствие. Но мои друзья радуются, мои поклонники счастливы, что художник может заслужить своим творчеством, своими картинами, заслужить уважение и получить тот минимальный достаток, который нужен для нормальной жизни известного творческого человека. Я пригласил для этого интерьера, для этого этажа Алексей Козырь, такой человек, который делал винный завод и гараж, музей-гараж. Поэтому вот он сделал все просто, даже пол перевернул деревяшки верх ногами, на которых даже видно печать завода производителя. Но получилась оригинальная. Конечно, он требует больше ухода, он не подготовлен для частого пачкания, что ли. Ну, вот специальный человек очищает все нюансы. Это Оникс. Очень красиво вечером особенно освещается. Вот на день рождения мне подарили телескоп, достаточно уникальный. В нем есть программа, можно зафиксировать. И ты можешь находиться в Америке, в Лондоне, но он будет точно смотреть каждый час, каждую минуту за тем объектом, за той частью неба, которая нужна, чтобы она была именно в это время. Или ты можешь руководить, и она будет сама двигаться по твоему указу, имея перед собой всего лишь планшет компьютера. Вот каминчик небольшой из меди. Вот такой медный камин, он тоже рабочий. Камень это сланец, что называется слюда. Вот сланец специально сделан в таком хай-тековском варианте. Очень хорошо гармонично списывается. И, конечно, дерево. Дерево, которое создает такую перспективу и длину помещения. Ну, одна из моих работ, которую я сделал специально для этого этажа, не знаю, насколько он пишется здесь и будет ли здесь находиться, но я сделал несколько картин специально для этого этажа, но в виде абстракции. И, конечно, ванная с видом на Кремль или душевая, вернее, небольшая, но такая очень приятно уютная. Вот. Здесь пока временно стоит вот эта скульптура 15 века деревянная. Это Святой Христофор. Сейчас это будет занято Мадонной владельцем 15 века. Она будет практически до потолка и, наверное, будет более удобно. Вы знаете, когда в современности в хай-теке водятся элементы старины, истинные, настоящие. И чем современнее, тем древнее, тем это смотрится очень необычно и как-то очень брутально звучно, вкусно. Ну, Дон Кихот сделан такой почти абстрактно. Подарил меня друг мой испанский Рафаэль на день рождения. Ну, он как-то так очень гармонично писался и по цвету, и по содержанию такому теле-хай-теку это как раз очень удобно. Кресло куплено в Италии. Как ни странно, цена там меньше. Ну, может быть, единственная сложность с отправками всегда. Это телевизор плазменный, он не нагревается, специальный. Вот. Это вот такой экран большой, а внизу маленький каминчик такой электро. Это мне подарили мои друзья. Ну, вот, подарили. Я сейчас хочу поставить на улице, нужно заменить дерево на металл. Вот такое яблоко. Яблоко, не знаю, ничего, раздора или яблоко любви. Надеюсь, что это божественное яблоко. Здесь вот я видит Джека Воробья, но я совершенно далек. Вот этот грим мне, конечно, не очень подходит, но тем не менее, я этот проект поставил сюда тоже. Это сурбарановская реплика, портрет мой, сделан Катей Рождественской для каравана истории. Вот здесь я в виде монаха Франки Скамца. Ну, вот, подарили мне сундук, не знаю, рассчитывали, что он будет как пиратский, ну, там, наверное, с музыкой. Подкулы, что еще надо, палец в виде водки, ну, и стаканы и так далее. Ну, это, наверное, богатырское раздолье. Так с музыкой живем. Кстати, вот еще фотографик дабыл показать. Это так называемый Кулик, это немецкий один дизайнер-фотограф делал проект. Надо дать должное, Кулик очень уважительно отнесся ко мне. Так в общем с любовью все время массировал мне пальцы. Вот эту кухню делали итальянцы по нашему заказу. Вот. С нашей картиной. Вот так моя картина очень удачно вписалась в эту кухню. Мы можем пройти на балкон, хай-тековский балкон, где все из стекла, алюминия, дерево. Что мы можем сказать? Красиво. Красиво, понимаете? Вот Москва какая-то необычная, когда перед тобой предстают дома 17-го века, Кремль 16-го века, 19-й век, 20-й и уже даже 21-й век. Ну, в общем, это такая Москва. Я всем желаю удачи, благополучия, также иметь у себя в голове цель, царя, бога в душе, никому не завидовать. Нужно просто больше времени тратить на профессионализм, на позитив, на своих близких, любить своих друзей, близких, родных, родителей. Родители должны любить своих детей, и тогда у них все будет. Вот так художник может заработать своим трудом такую квартиру, пригласить сюда своих друзей, сказать, ребят, угощайтесь, будьте здесь как дома, это все для вас, это все сделано для Москвы, для этого города. Когда-то я все это оставлю в стране своей, своему любимому городу, и это может быть будет со временем домом-музеем, но надеюсь, мы еще поживем, многое, что создадим, прославим нашу страну, вот наше отечество, что мы и делаем с любовью и удовольствием. Храни вас Бог, удачи вам, благополучия, с любовью к сихи дням, и к тем, кто будет смотреть эту программу, и читать этот замечательный журнал, который был в предсече этому материалу, видео. Спасибо вам, удачи!